Аттестат об окончании 11 классов вручается Дудкину Сергею Сергеевичу. Пожалуйста. Похлопаем, ребята. Поздравляю, удачи. Здесь не было торжественной линейки и не звенел последний звонок. Аттестаты учителя 31 школы вручали подследственным в библиотеке. Документы получили 6 11-классников и 4 9-классника. Я понимаю, что при том образе жизни, который многие из вас вели, вы получили свидетельство только благодаря тому, что... Ну, странно это звучит, но благодаря тому, что вы оказались здесь. В изоляторе почти все, как в обычном школьном учреждении. Учебные классы, библиотека, комната психолога. В таком заведении детей становится все меньше и меньше. И если прошлые годы мы выпускали где-то по 15 человек, 20 человек, 11-классников и где-то человек по 10-15, тоже 9-классников, то сейчас общее количество состоит только 10 человек. Отличников в этом году не было, в отличие от прошлого, рассказывает Ольга Скребец. Но, отмечает она, все ребята тянутся к знаниям. Три месяца назад житель Судака Олег Козлов думал, что свой выпускной будет отмечать на свободе. Но за недавнюю кражу телефона его приговорили к полутора годам лишения свободы. В будущем он мечтает стать строителем, чтобы построить себе дом. Сегодня же он внимательно изучает свои оценки в аттестате. 6, 5, 7, 4, 6. Ну, вот такие все оценки. В основном, в среднем, так, 5-6. Тяжело учиться? Почему на отличника не тянешь? Ну, не знаю. Но здесь намного легче, чем на свободе учиться. Здесь как бы помогает, можно сказать, во всем. Сейчас в школе за колючей проволокой начались каникулы. В учебные классы подследственные вернутся, как и положено всем школьникам, 1 сентября. Екатерина Зоева, Лилия Ахтемова, служба новостей и ТВ.